Центр занятости населения во время школьных каникул вместе с учебными заведениями проводит ярмарку вакансий. Еще до наступления летнего отдыха школьники работали во внеурочное время. С 1 июня объявлен старт трудового лета 2012. Во время летних каникул подростки от 14 до 18 лет могут попробовать себя в трудовой деятельности, что немаловажно получить свою первую заработную плату. Продолжение темы у Юлии Князевой. Временное трудоустройство подростков в период летних каникул – одно из направлений работы Центра занятости населения. Ребята могут заниматься благоустройством школьных территорий. В третьем корпусе третьей школы ученики работают на садовом участке, чтобы двор был привлекательным и радовал глаз прохожих. С наступлением каникул ребята не спешат на отдых. Пару трудовых часов, как они говорят сами, не помешают. В свободное время можем прийти, поработать два часа и уйти со спокойной душой. Мы за эти денежки получаем. Кроме клумбы с цветами, ребята выращивают молодые саженцы лиственниц, чтобы восстановить зеленый фонд после засушливого лета. Эти растения школа получила в рамках всероссийской акции «Больше кислорода». Они с радостью привлечены к этой деятельности. Они сами добровольно напрашиваются. Потому что из года в год они уже ощутили ту возможность реально получить заработанные деньги собственными силами и получать от этого огромное удовольствие. Я хочу выразить большую благодарность администрации нашего города за то, что они дают эту возможность нашим детям. За то, что наш центр занятости поддерживает эту инициативу и в наших детях формируется очень хорошее отношение к труду. Предоставление государственных услуг по организации временного трудоустройства осуществляется Центром занятости населения на протяжении многих лет. В течение всего года, а не только в период школьных каникул. В Рассказово много желающих подростков работать вне учебного времени. Воспитанники детского дома имени Луначарского трудятся во благо красоты своего двора, за что заслуженно получат свою заработную плату. На месте этого оазиса раньше была кирпичная постройка. Груды этих кирпичей со временем не будет. Когда ребята их разберут, здесь посадят цветы. Мы создаем рабочие места для наших воспитанников. В данное время наши воспитанники работают на разборке старой веранды. Среди работодателей, кроме учебных заведений, выступают и индивидуальные предприниматели. На трикотажном производстве Риммы Ситниковой подростки работают в качестве упаковщиков. Работа эта несложная и безопасная. За пятилетний срок сотрудничества с Центром занятости населения Римма Ивановна помогла временно трудоустроиться многим подросткам. В данное время они складывают продукцию, приходят после школы, работают по два-три часа. В летнее время мы, естественно, будем занимать их большее время. Согласно законодательству, они будут работать по пять-шесть часов. Соответственно, там будет и соответствующая зарплата. Она у них будет намного выше. Для подростков, желающих начать летний труд, Центр занятости населения активно организует ярмарки вакансий. В конце мая для учеников из Платоновской школы представители биржи труда рассказали о свободных местах и об оформлении документов. Кто-то из этих подростков уже попробовал себя в работе. И в этом году не прочь потрудиться. Я в прошлом году работала в своей школе, в новгородском филиале. Работала помощницей-воспитателем. Мне очень понравилось. Ну и так же сама могу заработать. В мобильном центре все желающие могли зарегистрировать себя. При наличии паспорта, страхового свидетельства и некоторых других документов процедура регистрации происходит на месте. Приступить к работе можно практически сразу. Хочется сказать, что трудоустройство, оно не только помогает детям заработать, но оказывает большое влияние в воспитании. Вот потому что мы привлекаем детей, которые проживают в неблагополучных семьях, в неполных семьях, дети, состоящие на учете, в школе и в ПДН. И это уберегает их от лишнего контакта с улицей. Ярмарка вакансии прошла и в Верхнеспасской школе. Трудоустройство подростков в период летних каникул происходит в соответствии с законом, объясняет школьникам Надежда Пикулина. В целом уже мы посчитали, ваш доход совокупный будет, зарплата плюс материальная поддержка, уже за вычетом подоходного налога, где-то, ну, тысяча шестнадцать рублей, вот так, ну, запомните, тысяча будет получена абсолютно точно. Многим ребятам трудовая деятельность уже знакома. Помощников в школьный лагерь, рабочих на школьном участке ждут и на этих каникулах. Ну, в школе я занимался воспитанием детей, ну, был вожатым, а также проработали на участке, помогали учителям, которые преподают здесь сельскохозяйство. Вот. Ну, мне очень понравилось здесь работать. Мы заключили договора с руководителями вашем названных школ для трудоустройства более ста человек, учеников, которые приступят к работе на территории своих школ, базовых и филианов по всему району. Их будет где-то около ста пяти человек. Работать можно будет не только на пришкольных участках, но и на стадионе текстильщик, так как в летний период спортивная площадка требует ухода. Необходимо следить за газоном, благоустраивать и озеленять массивы в скверах на улице Комсомольская и Советская. Трудоустройство подростков является одним из самых приоритетных направлений государственной политики занятости. Приятно видеть, что каждый год количество детей, желающих работать в свободное от учебы время, в летний период постоянно растет. Я хочу выразить слова благодарности работодателям, которые понимают значимость проблемы трудоустройства несовершеннолетних и активно принимают участие в профилактике правонарушений и безнадзорности. Отдельные слова благодарности я хотела выразить администрациям, которые, несмотря на сложности в финансовом плане, всегда изыскивают средства на трудоустройство несовершеннолетних. На 2012 год предусмотрено трудоустроить около 300 подростков. С начала года более ста ребят попробовали себя в работе. В период летних каникул их будет больше, по данным Центра занятости населения, так как в этом году наблюдается трудовая активность. Временная занятость подростков – востребованная и нужная программа, ведь молодое поколение приобщается к труду и получает возможность заработать. Юлия Князева, Сергей Тамахин, Новости ТВ Рассказыва.